добрый день дорогие друзья меня зовут александр и вы на youtube канале садовод киев и как всегда мое видео посвящается фирме алиамак сегодняшнее видео мы рассмотрим мотокосу который эксклюзивно попала в украину в официальной поставки это спарта 381 это новая модель кос ее предшественники это спарта 37 38 характеристики практически идентичные там пару-тройку изюминок у них обновилась и так кратце по характеристикам в этой мотокосе вес у нее 7 и 3 килограмма объем топливного бака 870 миллилитров мощностью 13 киловатта 18 лошадиные силы получается коса уже приближена к профессиональному классу сейчас мы делаем краткий обзор этой косы и увидим что поставляется в этой коробочке можно сделать осмотр коробки самой как мы видим картонная качественная упаковка есть две наклейки алиамак спарта 381 т и и код артикуль по базе алиамака и серийный номер инструмента так далее коробка идет длиною то есть высотой у метр 85 объемный вес коробки плюс минус будет 40 килограмм это тем кому интересно какой же вес у нее будет при покупке давайте мы ее откроем и посмотри что лежит внутри начнем зипа аккуратненько строим и будем рассматривать в комплекте в комплекте идет быстро зарядная косильная головка адаптером под резьбу м10 левая шах 125 это косильная головка слезкой уже 3 миллиметра заряженной все с логотипами емок италиян дейсинг давайте вам продемонстрирую как вкручивается этот переходник тоже не резьба левая сторону вращения косильной головки на происходит принцип действия такой косильной головки для того чтобы зарядить леску вам нужно поставить стрелку напротив входной стрелки тогда получается вы выставите положение ушек чтобы она просто проходила насквозь допустим отрезаете два метра лески засунуть и насквозь получается по метру с двух сторон края выравниваете и наматывайте по часовой стрелке за этот зеленый носик для того чтобы подать леску вам нужно либо ударить об землю она будет подаваться по сантиметру с двух сторон либо жалей это сильную головку и вручную ее подавать таким вот образом видите все классно подается ничего не закусывает как более дешевых китайских головках и также приятно наматывается очень плавно без какого-либо усилия атака к сильная головка в этой мотокосе стандартный кожух защитный такой как спарте 44 42 но в этих мотокосах идет крепление такого старого образца вот как спарте 38 поскольку мотокосы 741 которые поставляются в украину крепление вот у них где идет там в комплекте такие планки идут на штанге уже где-то дополнительная планка куда она крепится здесь они сделали старого образца идет пластина все винты и крепления идет резьбовой смазкой клеем также мы видим отрезной гребень который вставляется в эту защиту вот он выглядит таким вот образом стопор редуктора шестигранник свечной ключ комбинированный ну и бруя ранец кто как называет посмотрим как она выглядит качество довольно таки очень высокая мягкие шлейки качественная плотная защелка сам материал этих шлейок хорошие есть еще поддержка спины далее видим руководство по эксплуатации европейская спарта старк 38 это эвку таки вот книжки с такой инструкции где что смазывать как открывать свечечку в общем все очень классно сделано русский язык смотрим есть он тут русский украинский 207 страница вот поехала на русско на украинском сборка все тут подробно на расписано смотрим далее комплекте 3 лепестковый нож фирменный их не немецкий все параметры на нем выбиты 255 25 и 5 1 и 8 толщина велосипедная классная рукоятка именно европейская поскольку нынешние косы 741 которые поставляются они шли с обычным рулем такие как спарте 25 просто ровный этот более комфортный и по самой мотокосе будем ее сейчас обозревать коса сделано как всегда лучших традициях компании емок вот лицо как можно сказать верхняя часть давайте начнем с логотипа с название здесь мы видим написано оля макс спарта 381 повторюсь это копия спарты 38 теперь давайте поехали по бачку бачок 870 миллилитров он оснащен пластиковой защитой полностью по всему периметру мотокоса получается с плавным запуском стартера мотокосе ли бумажный воздушный фильтр давайте мы его вскроем посмотрим и у мотокосе ребята японский карбюратор вальву фильтр мыть продавать каждые 10 часов работы мы видим такую надпись и положение карбюраторов открытая заслонка закрытая заслонка вот такой вот воздушный фильтр такой же как мотокосе 741 бумажный с резиновым кантиком карбюратор вальбро повторюсь он имеет праймер подкачки резинку подкачки можно отсюда посмотреть вот здесь вот она и здесь же можно увидеть надпись вальбро япония так закрою воздушный фильтр попали фас и закручиваем обратно винтик давайте посмотрим по системе зажигания система зажигания тоже вальбро свечи тоже японские как и зажигания как и карбюраторы энджиковские качественные глушители по корпусу не снизу проклеена термали пленка для того чтобы пластик вот не прогорел мы так что видим глушитель самом деле хороший тоже не отвалится не прогорит по мотокосе в целом дальше мы идем видим верхний редуктор с дополнительными прорезами такими для того чтобы он лучше охлаждался так понимаю редуктор идет очень качественные в нем тут очень мощный буфер резиновый он очень хорошо гасит вибрацию давайте подниму чтобы вы могли под коса работает эти как она пружине то есть вибрация двигателя будет ощущаться по минимуму с этой стороны вы кстати наклейку пропустили год и месяц выпуска инструмента то есть марте 21 коса была собрана и упаковано тоже приятно когда она сделана дата рождения затем гофрированный тросик газа в оплетке новая рукоятка которая вы только кнопкой глушите она выходит на рабочее положение стоп вот рука я сделана с качественного пластика основная часть где касается рука ладонь она прорезиненная вот нажимаешь шкурок он не клинит работает очень мягко плавно мне очень нравится по штанге штанга или 28 диаметра здесь в мото косе 7 шлицов я так предполагаю как спарте 38 затем далее мы будем рассмотрим как всегда по стринке стоит их не резинка это фирменная для то что он бочину не давила крепление этого тросика защелка такая вот который вы пристегиваете свой портфель держатель портфеля крепление руля тоже с дополнительными уплотнительными резинками ну и верхний редуктор точнее нижний ребята редуктор просто его наверх поднял извините за то что я говорился редуктор профессиональный как с как спарта 38 741 44 в полной комплектации с гайкой м10 защитной чашкой две шайбы основная прижимная и сам редуктор это болт для смазки редуктора напоминаю редуктор смазывается каждых 15-20 часов работы 20 часов это максимум заглядывать это чаще а забивается он буквально чуть-чуть 2-3 миллиграмма смазки началась маска лезть обратно и достаточно больше не забивайте спрашивают народ можно ли такими косами работать дисками то есть фрезами всякими насадками можно на потянет то есть без проблем это уже считается профессиональный класс 18 лошадей тянет так что дорогие друзья вот такая вот новинка в украине а их зашла лимитированная серия в количестве 50 штук вспомнил то есть кто хочет успеть купить европейскую мотокосу не так это идет к нам уже целенаправленно эти косы ребята завезли из того что закончилась мотокоса 741 завезли эти мотокосы потому что они были на складе на алиамаке в италии пока нам делают 741 так что кто успеет у того будет европейская коса напомню с официальной двухлетней гарантией потому что не все возят в украину официально эти косы и на них гарантия не распространяется напоминаю что садовод киева официальный дилер мотокосы у нас есть новая упаковка с официальной гарантией успеете купить мотокосу и так друзья официальная цена этой мотокосы 11900 гривен как всегда компания садовод киев дает вам нормальную цену то есть нормальную скидочку кто хочет купить такую мотокосу чистого европейца может итальянца который на украину и не планировали в официальных поставках но так сложилось что украина их заказала теперь они у нас мотокосы повышенного качества они у нас есть новые упаковках с официальной гарантией так что ребята звоните покупайте по номеру 093 748 06 35 как всегда у нас есть защитные маски комплекс мотокосе масло свечи смазка редуктора диски победитовые диски обычные ножи насадки с цепью в общем все как всегда с вас лайки с наш хорошая цена спасибо за ваше внимание пока пока